Мечта, мечта моя приехала. Друзья, всем привет! Сегодня у меня большая радость, была моя давняя мечта. Как и обещал мне Газпром. Почему-то ближе к 40. В посылке 3D принтер я давно хотел займеть его в мастерской. Каждый технарь мечтает о нем или каждый мужчина может быть. Никогда до этого я не пользовался 3D принтером. К выбору я подошел как можно более основательнее. Пересмотрел кучу обзоров в ютубе. В коробке принтер Flybeer Ghost 5 модификация. Сегодня я сделаю на него подробнейший обзор. Надеюсь многим будет это очень полезно. Потому что я не профессионал. И никогда раньше не пользовался и не собирал 3D принтер. Сегодня мы с вами из коробки будем его собирать. Буду рассказывать все нюансы. Подводные камни, с которыми сталкиваюсь с трудностями. Посмотрим как быстро я смогу его собрать, запустить, разобраться в программе. Поехали! Flybeer Ghost 5 модификация. Разрезанто и выниманто по-быстрому. Проверим насколько качественно упакован 3D принтер. Смотрим. Вот она роскошь. Это я не понимаю. Это у нас идет инструкция подробная по сборке. Обратите внимание инструкция на русском языке. Можно также по QR-коду перейти на официальный канал. Там наверно тоже есть инструкция. Все красочно, все подробно. Будем разбираться. Это боковые панели. Элементы рамы. Четыре уголка. Обратите внимание, что принтер уже частично собран. Это нижняя его часть, где располагается вся электрика. Если хотите, мы эту крышечку снимем и посмотрим, что внутри. Насколько качественная там сборка. В этой же части расположена цветная сенсорная панель управления. Тут еще что-то тяжелое. Здесь две направляющие линейных подшипников и ходовой винт. Это стол. Стол с подогревом. Внизу теплоизолятор. Небольшая катушка с филаментом. Чтобы была возможность попробовать, попечатать. Два линейных шариковых подшипника. Внутри виднеются шарики. Провода. Еще раз провода. Гофра. Пакетик с мелочевкой. Здесь шпатель для снятия деталей после 3D печати. Куча всяких болтиков, гаечек. Шестигранники. Один из ходовых двигателей с кронштейном. Здесь экструдер для подачи пластика. Прозрачный. И осталась у нас верхняя часть принтера. Также предварительно уже собранная. Итак, вот перед вами все детали, все компоненты, которые были в упаковке. Сейчас нам предстоит из этого собрать мой первый 3D принтер. И желательно печатающий. Ну что, давайте открутим. Вот это да, в самый неподходящий момент. Но ничего, меня уже ничто не остановит. Перемещаемся домой и продолжаем. Давайте заглянем под капотное пространство летающему медведю. Нижняя защитная панель выполнена из ABS пластика. Кстати, из такого же пластика выполнены боковые защитные панели, которые защищают не только от сквозняков при печатании, но еще усиливают корпус. Делают его гораздо жестче. На первый взгляд все установлено очень качественно и аккуратно. Это блок питания на 24 вольта. Над управляющей платой установлен вентилятор охлаждения. Все провода аккуратно уложены и стянуты аккуратно стяжками. Судя по отзывам, по блоку питания нет никаких нареканий. Здесь также все выглядит очень достойно. Сниму обдувочный вентилятор, чтобы поближе показать управляющую плату. Управляющая плата Flybeer Reborn V20 с 32-битным микроконтроллером. Это аналог или реплика управляющей платы MKS Rubin Nano. Здесь установлены 4 драйвера двигателей. Два тихих, так называемых бесшумных TMC 2208. Они управляют осями X и Y. И два более дешевых A4988. Которые управляют осями Z и экструдером. По отзывам, насколько я читал и изучал. Если вы хотите, чтобы принтер стал бесшумный. Нужно заменить эти два драйвера на более современный. TMC 2209. На плате установлен модуль Wi-Fi, что увеличивает функционал принтера. Хочу обратить ваше внимание, что китайцы топят за качество. Все разъемы проклеены термоклеем. И здесь тоже. По тем материалам и отзывам, которые я изучал, управляющая плата работает очень достойно. Вот так выглядит изнутри цветной сенсорный модуль управления. Ножки и основания резиновые, довольно-таки мягкие. Будет удобно в эксплуатации. Очень подробная инструкция по сборке есть на официальном канале FlyBerryGhost. Можно перейти туда по QR коду. А в мануале, который идет в комплекте, указаны очень важные моменты, на которые нужно обратить внимание при сборке. Также обратите внимание, что все комплектующие очень тщательно упакованы, пронумерованы и подписаны. Так что не ошибешься. Все несущие элементы корпуса выполнены из листовой стали. Толщина примерно 1,7 мм. И очень качественно окрашены порошковой краской. Начинаю сборку, буду следовать всем инструкциям на официальном YouTube канале. Если при сборке будут возникать какие-то проблемы или важные нюансы, я буду для вас обращать внимание на них. На предварительной сборке ничего сильно затягивать пока не нужно. Важный момент, друзья, рекомендую перед сборкой взять винт М3 под крест и прогнать всю резьбу. Это вам сэкономит очень много времени, потому что кое-где резьба залита краской. И вот эти маленькие винты под шестигранник очень-очень туго идут. Также важный нюанс. Направляющий линейных подшипников необходимо очистить. Видите, следы какого-то клея от упаковки. Вот таких следов клея оставаться не должно. Направляющая должна быть идеально чистая. Направляющий диаметром 12 мм. С обратной стороны принтера есть окошки, через которые нужно попасть и ослабить зажимы, которые будут фиксировать направляющие. Теперь можно устанавливать стол. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Разрезную муфту, которая будет соединять мотор с валом, нужно поднять относительно корпуса на 1,5 мм. для этого в комплекте есть специальный шаблон специально ослабил крепление двигателя чтобы оцентровать ходовую гайку подающий механизм с мотором он устанавливается на корпусе сзади корпус подающего механизма выполнен из прозрачного пластика тефлоновую трубку в подающий механизм нужно вставить до упора и зафиксировать фиксатором гофру обязательно нужно зафиксировать корпусу стяжками также соединяем тефлоновую трубку с гофрой чтобы она не болталась везде внутри аккуратно прокладываем и фиксируем провода стяжками и проверяем чтобы ничто нигде ничему не мешало вроде бы все собрал на что летающий медведь готов ли ты к первому полету перед включением глоточек кофе вот так очень красиво выглядит сенсорная панель управления все довольно чувствительно сейчас давайте выберем русский язык настройки русский все теперь на русском очень удобно после первого включения принтера необходимо отрегулировать стол именно расстояние между соплом и столом оно должно быть около двух миллиметров для этого нужно в меню выбрать движение нажать кнопку xyz чтобы печатающая головка перешла в нулевое положение комплекте есть как раз ключик толщиной 2 миллиметра и видно что расстояние сейчас гораздо гораздо больше миллиметров 10 значит крутим регулировочный винт потихонечку по чуть-чуть и опять повторяем процедуру пока не настроим расстояние 2 миллиметра ровно 2 миллиметра теперь отлично следующий шаг нужно настроить уровень стала одним расположены четыре регулировочных барашка заходим в меню инструменты выбираем уровень стола и выбираем первую точку и печатающая головка переходит в первую регулировочную точку осуществляем регулировку до тех пор пока лист а4 не будет ходить с небольшим усилием едем во вторую точку и проверяем все еще раз по очереди ну и последний шаг перед пробной печатью нужно заправить пластик в комплекте идет небольшая катушка была пластика белого цвета предварительно нагреем сопла выберем пола пошел нагрев сопла и заработал обдув нужно отрегулировать датчик наличия пластика чтобы отверстия были соосно для этого нужно его просто открутить загорелся индикатор наличия пластика заправляем это регулировочный винт он отвечает за силу прижатия шестерен в меню выбираем замена можно установить скорость высокую либо низкую поставим высокую и подачу как сопло нагреется до 190 градусов пойдет подача есть пошел пластик остановил подачу первая напечатанная фигура ну и переходим непосредственно к печати в комплекте идет флеш карта на 4 гигабайта micro sd на флешку я закинул специальный файл для проверки уровня стола я под видео обязательно оставлю ссылку на официальный youtube канал flying bear goes 5 где показана подробнейшая инструкция по сборке и там под десятом видео есть ссылка на этот файл вставляем контактами вверх далее печать и вот он этот файл тест уровня стола пошла подготовка нагрев стола и нагрев сопла можно было так долго не тестировать самая показательная вот эта крайняя линия она везде по периметру должна быть одной толщины можно приступать к тестовой печати напечатаю файл который был на флешке моя любимая резьба остановил печать заполнение не полная судя по инструкции сопла очень далеко от стола нужно еще раз отрегулировать ну вот теперь совсем другое дело посмотрите какое хорошее и равномерное заполнение итак ребят я безумно рад вы только посмотрите на это может быть кто-то не разделяет моих эмоций но я просто несказанно счастлив потому что я давно мечтала 3d принтере а это красота резьба ну теперь кульминация интересно закрутиться или нет на резьба конечно немножко просажена но все работает все закручивается это просто круть перейдем более серьезным вещам сейчас скачаю слайсер кура уже подключил принтер по вай-фай сделать это достаточно просто выбрать свою сеть ввести пароль теперь можно по беспроводной сети кидать файлы для печати прямо на флешку в обзорах все печатают тестовый кубик и я это сделаю немножко изменив основные настройки в слайсе рекура хочу обратить ваше внимание вот я говорю и насколько тихо работает 3d принтер то есть у кого есть маленькие дети можно печатать не только днем но и ставить печать на ночь совершенно свободно даже можно смотреть какой-то сериал и он не будет мешать а если вы хотите еще уменьшить шум нужно заменить еще два драйвера попробуем хорошо область печати у летающего медведя 255 на 210 на 200 миллиметров кстати совсем забыл рассказать что еще идет в комплекте есть пинцет стилус для сенсорного экрана чтобы не тыкать пальцы прикольные кусачки прочищалка для сопла также запасное сопло с нагревательным элементом и датчиком температуры в сборе запасная крутилка для настройки концевика по оси z также есть кабель но он скорее всего не понадобится потому что принтер прекрасно работает по вай-фай также есть запасная тефлоновая трубка и запасные части фиксатор для этой трубки вот эти натяжители для ремней использовать не нужно ну и напоследок шикарный шпатель для снятия напечатанных деталей со стола и так давайте посмотрим на качество печати есть конечно небольшие огрехи в печати а так поверхность получается очень качественная мне еще конечно предстоит узнать все тонкости настройки слайсера но так в принципе все выглядит довольно таки круто и аккуратно конечно нужно экспериментировать изучать настройки слайсера кура попробовал распечатать мастера йоду попросила дочка вот так фигурка выглядит вблизи ну по-моему очень очень даже неплохо для такого масштаба держи ну что нравится тебе первая твоя напечатанная игрушка будешь учиться печатать а сейчас я напечатаю то о чем я уже очень давно мечтал именно напечатать на своем 3d принтере разработал я этот механизм во фьюжене в общем сейчас все увидите два кольца распечатал я упрощенную версию для начала вот так выглядит печать вблизи куча лопастей пиптик я печатал только с одной стороны если я это делал с двух сторон пришлось бы делать поддержку огромную поэтому для проверки с другой стороны я просто вклеил деревянные цилиндры так смотрим что получилось это друзья ирисовая диафрагма разработал я ее сам во фьюжене вот так это работает кайф я просто счастлив теперь я могу сам проектировать такие вещи да и не только это не первая моя модель до этого я разрабатывал и отдавал на печать кстати в этой я вижу уже недочеты нужно добавлять лопасти потому что кое-где просветы вот для этого и нужен у себя в хозяйстве 3d принтер чтобы сразу увидеть какие-то огрехи и улучшить модель вот предыдущая модель здесь гораздо гораздо больше лопастей но она и в сечении гораздо толще я отдавал ее на печать на заказ но там не удалось им напечатать лопасти они отказались это делать в общем целая боль представляете да и плюс когда не имеешь своего 3d принтера отдаешь на печать ждешь двое суток потом тебе отдают ты видишь какие-то недочеты и все повторяется опять это происходит очень долго и никакого удовольствия от этого ты не получаешь а так приходишь вечерком ставишь на печать сразу анализируешь если не нравится то переделываешь в общем это теперь мой друг летающий медведь отлично себя проявил в первом полете да и меня окрылил друзья этим 3d принтером я очень доволен просто очень собирается разобрался я буквально за пару дней за один день я полностью его собрал запустил ну а во второй день разбирался с печатью и вот вы видите что у меня удалось напечатать печать по моему мнению получается довольно таки качественная и с первого раза мне получилось разобраться и напечатать в принципе довольно таки непростые вещи и рисовая диафрагма мы ее еще улучшим обязательно так что рекомендую летающего медведя желаю чтобы и у вас была такая мечта если вы мечтаете о 3d принтере ссылочку на продавца оставлю в описании также ссылка будет закрепленным комментарии и кстати друзья скоро на алиэкспресс традиционная распродажей на этот принтер будут довольно таки неплохие скидки и кроме того его можно будет заказать со склада с российской федерации а у меня на это все друзья надеюсь данный обзор вам был полезен если да поддержите лайком всем пока скоро увидимся